меня зовут артем я донечанин из киева как вас зовут откуда на плохо слышал так откуда вы артем донечанин из киева меня владимир живут и из россии где понял о чем здесь разговариваете да разуме я домой собрался идти вот решил пообщаться на последок я разговариваю об отношениях стран моей собеседнику я так понимаю об отношениях между украиной россии но вы из россии из украины ну я из россии соответственно об отношениях наших стран мои собеседника о чёрних разговаривать отношения вообще никаких нету вами как проведение специальной военной операции вы хотите сказать войны что вы хотите сказать войны потому что операция как-то странно странно получается так я это и говорю специальная операция это как-то странно звучит потому что потому что у войны есть четкое определение и есть четкое определение специальной военной операции потому что при том как одна страна объявляет войну другой стране сразу уничтожает на центр принятия решений так вы его пытались захватить центр принятия решений он такой сказал какие вы пытались захватить просто вам по зубам дали его никто не попытались не пытался захватывать при начале военной операции владимир владимирович путин четко дал понять и сказал что нет цели а купа оккупировать украину нет такой цели да нет цели захватывать территорию на почему-то захватили территории и включили территории включили типа нацелена защиту и свою конституцию да а что херсон что такое это население и малороссия это население донбасса вы что-то за население донбасса миска смотрите начнем с того что были еще по цели для выявления вот этих вот биолабораторий которые там находятся для того чтобы объявить ему всему вид комаров на территории украины господи просто все смеются с этих вашего бильзи обрали просто напросто боевых комаров я вам даже могу показать там у вас солдат вас выбежал из последних сил из артемовская тоже он смеялся смеялся пол истерики заплакал ясно упор от его 65 дошел нам все уже добрый добрый меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда меня зовут сергей я спросил аврополь не понял о чем здесь разговариваетесь блин ну о разных темах я в основном люблю поговорить с людьми которые живут европе расспросить как вообще у них обстановка как живут какие зарплаты как хорошо хорошо живут ну я так скажу не все хорошо живут тот кто хочет работать кто хочет нормально жить он просто работает и зарабатывает живет нормально мне очень угла там у меня очень много друзей в европе живет и скажу так если человек не ленивый он плохо жить не будет понял понял тогда еще такой работой обычным работе ну принципе да я вот общался одним человеком он живет под манчестером по моему он варит кукурузу на палаты он горит получая 2000 фунтов стерлингов перед ноги не шикую но пойдет мы его устраивает где 2000 фунтов у меня тогда еще один вопрос опять и пиво нет жалко я просто торговом работаю вот узнаю но точнее интересует как люди если бьют допустим тот бренд который я продаю вам вот так ну я скажем так когда я пил пиво я пил то пиво которое вряд ли вы продаете это австрийские ирландские бренды поэтому я думаю что вряд ли вас ну да российская пробовал несколько раз то что я пробовал реальная помойка до пива не дотягивала качество воды видать было хреново я разговариваю о политике отношениях стран между моей собеседниками ну я понял блин ну очень много споров в основном я вот сколько смотрел наших блогеров по факту задают вопросы а ну ну не все но большинство украинцев начинают спорить ругаться матом вот это вот и интересно какие же факты вот мне просто даже интересно ну хорошо а как вы считаете из-за чего началась война из военной операции все просто потому что ваш ваш народ в девяносто первом году ментально не не был согласен с тем что украина стала независимым государством и выбрали такого президента который чаяния эти выдерживал и у вас имперское мышление вы пытаетесь захватить постоянно то часть грузии захватили то еще что-то это обычное имперство дикие люди до 22 войны с грузией не помните но вы были войны я не спорю но инспирированы кем были россии но грузия грузия это отдельный разговор я не гражданин грузии вы тоже не гражданин грузии я вам скажу так я как гражданин украины вам сказать четырнадцатом году российская федерация напала на мою страну ну так скажем никто не нападал такого не было бурская декларация минская декларация обсе говорят о том что напали вот миткое соглашение там первые два пункта вашей стороны не было правильно сказать не было украина отводила войска что делала россия со своей стороны продвигала войска особый статус секунду секунду украина особый статус донбасса сделала сделала что со стороны россии ничего если украина нарушала минские соглашения то почему на россию накладывали санкции они на украину вы не думали об этом потому что еще и издревле европа платила дань россии ну точнее славянам вот тех пор я думаю заточен был дуб молодой человек вы вот в истории вообще 0 вот у меня большое подозрение как торговый представитель может вы нормальный ну как историк вряд ли хотя как торговый представитель не знаю этому я мог бы вас по и немножко погонять секундочку вы тоже этим занимаетесь или что я я скажем так порядка 15 больше 15 лет может даже ближе 20 занимался бизнесом начинал от территориальный менеджер региональный менеджер национальный менеджер дивизиональный коммерческий директор генеральный директор компании я как раз по торговле что такое smart можете подсказать техно почитайте что такое smart это вам будет полезно а там аббревиатура она расшифровывается это про скажем так технология постановки цели это я плане управленцы для этим занимаются так вот по поводу истории я вам скажу так если вы думаете о том что даже киевская русь с которой были постоянные отношения у европы имеет к вам отношения то вы скажем так очень сильно ошибаетесь это раз вообще как таковой киевской руси не было бы тут было только русь а киевская руси это историческая обозначение исторического периода второе вы все время пытались напасть на на европу его почти постоянно давали по зубам как московии да не согласен посмотрите там и и иван вот это четвертый ваш грозный как он там получал от шведов насколько я помню там с вами это поймите что вы сейчас как-то вот все зациклились на вот когда-то в истории вы помните дату которую которая сейчас какой сегодня сейчас век идет 21 а такое ощущение что вот я с россиянами общаюсь такой ощущение что я общаюсь с людьми из 17 века которые мне мне рассказывают что захватывать чужие территории это хорошо что диктовать но это хорошо вот вот вы должны так делать украинцы отдельная страна вы пытались диктовать нам условия захватили крым захватили донецк луганск мой родной донецк было 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 что было было за реперендум был референдум подскажите как-то был референдум каком месяце и да сколько два с половиной миллиона в крыму прожить ему когда был референд украина приехал месяц скажите вот которые не захотели молодой же скажите мне в каком месяце был референдум я точно не помню посмотрите а я вам скажу когда началось это все началось не с референдума как вы рассказываете а началось как минимум в ночь 26 на 27 февраля когда спецназ российской федерации захватил здание верховного совета крыма сорвал флаг украины повесил российский это по определению он является признаками агрессии одной стороны против другой тоже почитаете это очень хорошо что вы скажете про порошенко почему вот так его свергли незаконно подожди кого сверли вы наверное хотели сказать януковича януковича да 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 его не на то не свергал а как так получилось там ни один пункт неподходящий был чтобы вы знаете о том что его кто у нас законодатель также как и у вас у вас это ваша верховная дура ну верховная дума у нас верховный совет верховная рада по нашему так вот президент свалил не выходил на связь а по и должностным инструкциям президент должен информировать о всех своих передвижениях и кстати эти все передвижения организуют ему аппарат президента и служба охраны ни те ни другие не знали где он находится он не выходил на связь со своими однопартийцами который кстати большинство было в верховной раде и вот а все и вот согласно согласно однопартийцы который вот его же однопартийцы тоже признали что он не выполнял свои обязанности не понравилось мальчику так Субтитры сделал DimaTorzok